Для начала скажу, что небогие горшки обжигают, и поэтому стоит посмотреть Катары лет 10-12 подряд непрерывно, начиная с раннего периода, заканчивая совсем свежими картинами, чтобы наконец начать его понимать. И это, в общем-то, не так сложно, когда так уже достаточно насмотрен. Я сейчас совершенно свежим взглядом смотрю картину, которую, конечно, раньше видел несколько раз, но нужна вот действительно такая система, целое понимание, чтобы метод Гадара превращался в видение Гадара. Но вот обратите внимание, скажем, на то, что постоянные монтажные ритмы с самого начала картины до самого ее конца между стройками, на которых новые кварталы, между разными технологическими деталями и, собственно говоря, вот этими подробностями, историями из жизни героини. Почему так? Ну, это, наверное, как у Чарлина в Месье Верду, где ритмуется повседневная жизнь, а потом там, где-то, где убийства происходят, это в середине милиции, если помните, в Северду. А еще постоянно колеса, поршни, паровозы, которые везет его из одной сцены в другую. То есть вот эта шизофрения нашей жизни, когда на работе мы соединены к винтикам, машинам, к этим же поршням, приводным бревням, а в повседневной жизни все милые и добрые, вот она участвована становится главным монтажным рефреном. Аналогично в этой картине, мы снова видим у Гадара, вот, казалось бы, несвязанные вещи. Непонятно, зачем они нам нужны, если не помнить начало фильма. Если не помнить, что вот этот вопрос и ответ на него, две или три вещи, которые я знаю, они, вот эта самая «Она», кто «Она», «Она» – это ля женский артикль, это женщина вообще. Ну, прямо нам представляет, помните, сначала о героине, Жульет, потом говорится, что это еще и актриса Марина Влади. Да, уже сразу нам Гадар объясняет, что речь идет о нескольких вещах. Вот в этом одном «Она», 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 а потом еще и местности. И вот как раз местность здесь особенно важна, потому что, ну, после замужней женщины, о которой уже рассказывал, посвященной такой социальной, что ли, психологической поставки женщины, Гадар два года спустя снимает фильм, посвященный среде обитания женщины. А среда обитания женщины – это огромные нововведенные районы, куда переселяются из ближайших пригородов, или просто вот такими репетками смоют куда-сюда. Определенная социальная категория граждан, у которых тоже есть некое же страническое разделение между работой и повседневной жизнью, между семьей и между социальной ролью. И поэтому Гадар прямо говорит, что он задумывал снять фильм о казернальной проституции. А это вот проституция, которая как раз появилась в этих новых районах Парижа, когда женщина для того, чтобы свести концы с концами, помните, нам сразу рассказывают типичную историю, раз – познакомилась ребенок, два – познакомилась ребенок, а потом что делать? Надо платить и кредиты каким-то образом, сводить концы с концами. И вот тогда вместе с героиней, например, какой-нибудь дневной красавицы выяснили, где более загадочная мистическая история, ну, в общем-то, того же. Эта женщина снова начинает выходить на промысел, на работу. Ну и это вот такой самый эффективный способ решения сугубо житейской проблемы. Поэтому сюжет фильма, который Гадар искал, который покажет современную женщину в несколько, конечно, не самой комплиментарной для нее роли, вот он оказался именно таким. И здесь совпало просто вот то самое, что происходит в 66-м году во Франции в августе-сентябре, когда снималась картина, что происходит в Большом мире – это еще одно разделение. Помните, как сразу нам показывают мир? Мужчины не слушают радио, а радио повествует о том, что происходит во Вьетнаме, и они об этом жарко спорят, они что-то читают серьезное. В тот момент, когда они беседуют на политические темы, жюри читает клянцевый журнал, какой-нибудь «Космайлэйл», и поэтому вот у нас тоже возникает типичное разделение. Это социальные роли, понятно, что женщины – это дом, нам показывают, помните, сразу шум, гам, детей, кухня, она моет посуду. Вот первые сцены, в которых мы начинаем разглядывать, как устроена жизнь главной героини. А мужчины что-то паяют, занимаются техникой, слушают последние известия. То есть они больше, конечно, во внешнем, в большом мире участвуют, чем в этой маленькой, какой-то раковине, устричной жизни мещанина. И поэтому еще одно шизофреническое разделение, которое нам показывает вот разницу между женским и мужским, как разницу не просто в гендерных ролях, а в социокультурных ролях. Потому что маленький мальчик с этим автоматиком, помните, который направляет на экран, который уже готов к своей будущей роли, с защитника или, не знаю, отрессора, как уж повезет, с военными уже серьезными игрушками в будущем. Маленькая девочка, женщина, которая тоже всегда приспособлена к такому использованию или мужчинами. Это вот такая парадигма, которая навязывает, создает общество. Опять же, в самом начале фильма нам, когда открывает все такие философские карты, с которыми он дальше намерен играть. Помните там, как сказал Абаша Брэгт? Ясно, что театр Брэгта, где актеры несут свои роли, показывают и говорят, что это не они, что это вот всего-навсего такая на вечер у них функция, амплуа. Это, конечно, метод Гадара, где Малина Влади постоянно выходит из роли. А актеры обращаются, помните, непосредственно к зрителю. Тоже они забывают, вроде бы, о том, что это вот некая органика фильма. В другой картине Жанна Люка Гадару и Гэнли совершенно чудесная сцена, где, пытаясь остановить машину, два героя все время спрашивают, вы настоящие или вы из фильма? Это вечный вопрос, который возникает в пространстве картин Гадара. Как в настоящий или в фильме? Но у Гадара эти две сцены, эти два действия намерены, запараллельны. Я вот не случайно упомянул о том, что фильм снимался с 8 августа по 8 сентября 1966 года. И когда вы сегодня смотрели этот фильм, вы могли видеть, что здесь происходит действие 17 августа, вот тоже прямо в съемочный период. И здесь висит календарь 1966 года, где отмечены эти самые даты. О чем это говорит? О том, что фильм намеренно запараллелен с реальностью. Реальность вот того, опять же, настоящего мира, где Марина Владя – это не только актриса, а просто еще и женщина, и человек. И реальность вот этой роли, которую она должна сыграть, как правильно, как необходимо, они не разделены, как в обычном кино. А здесь они намерены синхронизированы, и Гадар показывает нам, что это та же самая реальность, а значит, снова вот эта вот она во множестве аспектов должна пониматься. Она женщина, она местность, она вообще женщина в современной Франции. Поэтому мужское и женское, вот парадигма разделения ролей сразу нас начинает увлекать, когда мы видим характеристики одних и других персонажей, они такие социальные характеристики. Когда оказывается, что Гадар выясняет проблему социальной патологии, о чем он говорит открытым текстом. Когда выясняется, что вот эти даже вещи, которые просто используют мужчины или женщины, дети или взрослые, они начинают тоже создавать им некое социальное уже существование. Помните, появляется у него в руках, например, порошок, и тут же говорится, что бакс Американо, порошок, который позволяет сверхэффективно промывать мозги. Ну, действительно так, потому что любой рекламный товар это еще и средство не только чистоты в ванной, но и промышки ваших мозгов. Дальше об этом говорится прямо. Помните острота, которую снили все зрители, если у вас не хватает денег на ЛСД, купите цветной телевизор. Вот эти вот идеологические структуры, эти нашпигованные идеологическими частицами, паразитами вещи, которые окружают людей, которыми мы пользуемся, но они пользуются нами в действительности, это то, что Гадар постоянно в этом фильме вытягивает. Финальный кадр совершенно восхитительно. Бадрияровский, когда камера отъезжает, мы видим на траве разложены вот те самые, как женские сумочки, идеологические частицы. Они конкретизированы, их можно каждой вот так вот брать в руки и смотреть, как они работают. Так что метод Гадара это не тот привычный метод, где нас ведут по сюжету, и единственное, что зритель легко делает, угадывая, что будет дальше, или связывая это с предыдущим, минимальное усилие в зале проявляет, но зато его радует, как что-то там проносится сверхбыстро по экрану, как кулак, например, летит без глубины кадра сюда к нам, зрителям. Гадар предлагает в этом смысле антипсихологическое кино, раз мы говорим об антикинематографе. И его драматургия это интеллектуальная драматургия. То есть мы идем вместе с ним от просто каких-то явлений, нет ни явлений, пока еще вещей. Вещей, образов вещей. Помните, здесь постоянно выясняется, какое отношение между словами, вещами, образами, что когда ты определяешь что-то, когда ты даешь термин, да одновременно, конечно, даешь сам способ укрепления вещи. Ну, а владелец всеми паролями, всеми ключами, понимающей, конечно, идеологией. И поэтому тот, кто дает название, хотя бы просто стимулатом, каким-то торговым, тот определяет, о чем мы мыслим. Что мы любим, что мы желаем, все эти вопросы произносятся, задаются теми. Еще тогда одна философская тема, которая буквально совершенно наполнена цитатами из Хайдегера, Эдминштейна и другой тяжелой артиллерии философии 20 века. Это тема языка. Помните, как часто здесь звучит, и причем даже устами главной героини, что мальчик спрашивает о языке, что такое язык, она отвечает буквально по-хайде. Первый язык – это том бытия. Язык – это том, в котором живой человек, если точно. Ну, еще надо уточнить, как бы перевод в оригинале на французском. И поэтому язык, и структура языка, вот все эти тела, но только вербальные тела, которые что-то говорят, а чаще при этом манипулируют или врут. И слова, которые непослушны. Помните, тоже как вероятно спрашивают, можно ли что-то передать вообще словами, что слова не поддаются, не дают понимания. Вопрос о том, как понимать тогда, когда слова отравлены, когда они смысла ненастоящего полны, когда они скреблены где-то вот в такой идеологической работе. Вот это вопрос, который тоже нас увлекает в начале фильма, если мы смотрим именно голосовскую драматургию, а не только сюжет. Ну вот, хочется каждый момент фильма, я воспользовался сегодня методом Гордея, стал писать, что-то исписал с четырех сторон, листочек мне не хватило, я попросил. Это фильм, который нужно, правда, по ходу конспектировать, потому что многие фразы звучат как афоризм, но такие восхитительные голосовские афоризмы, которые хочется очень долго расшифровывать, которые нас, вот как у ниши, например, идут куда-то в глубь смысла. Поэтому программа критическая кадара это расшифровать язык в действующей теологии, а программа максимум, положительная программа, это дать новый язык. Помните, это тоже прямо оговаривается в фильме, что нужно создать новый язык, язык, в котором было бы какое-то настоящее содержание. Ну, совершенно эти генштейновские вопросами тут задаются даже по поводу смены платья. Помните, например, что было бы, если бы я назвалась синяя-зеленая, это, конечно, из генштейна. Поэтому, что было бы, как вот в матрице герой спрашивает, если машина ошиблась, и, например, вместо овсяной каши они бы какой-то другой постсимулировали. Но, возможно, такое происходит постоянно, потому что те смыслы, которые нам дают вместе с этими марками, мы не проверяем. Может быть, синяя-зеленая в действительности, мы не совершали минимальной работы по такому просто очищению понятия. Поэтому не знаем, каковы предметы. Вот еще один такой феноменологический тогда вопрос, еще один ресурс для понимания фильма. Это в духе гусар движение к собственным предметам, к собственным каким-то объектам, от этих упаковочек, оболочек, которые дает идеология. Вы помните, например, как здесь тоже красиво говорит героиня, мы не знаем предмет наших желаний, потому что даже глянцевый образ мы, вот одна смотрит с этой стороны, другая с той, фас или профит. Но это два разных предмета, это такой параллакс. И поэтому, как можно установить предмет сам по себе, что такое предмет, дальше спрашивают уже в следующей части героиня. И получает восхитительный ответ. Эта философская идея снова буквально через минуту. Не случайно, Левистроса, я упоминал тоже перед сеансом, метод Годара Левистросовский, это структурная антропология. То есть это проявление какой-то природы человека через тризму разных таких вот позиций, установок вещей, структур, ритуалов социальных. Ну, например, выдерну сам знаменитый пример структурной антропологии Левистроса, когда племя Винни-Бага, которое как-то разделено, что ли, классово, психологически, рисует два образа деревни, вот тем исследователям, ученым, которые попросили это сделать, и получается, что люди верха, и люди низа рисуют деревню по-разному. Одни в виде такого разделения, просто какой-то линии одной, а другие в виде концентрированных каких-то, ну, собственно, кругов, в виде кругов. Поэтому получается, что совершенно разное описание деревни, ее по-разному воспринимают устройства, все-таки параллельное, например, рассечение или круг, это совершенно разное, геометрия, социология, тогда, когда единственное, что справедливо, и что правильное, и что является научным фактом об этом описании, это то, что вообще, в принципе, граница есть, вот неважно, какая, круговая, или, например, прямая, то, что племя разделено, вот это вот научный факт, который можно понять, и то, что оно травмирующе распределено тогда, потому что эти два разных типа людей, люди вверх, а люди внизу, по-разному понимают свое социальное устройство. То же самое, вернемся к этому фильму у Годара. Вот какая тогда, продолжаем анализ этих предметов, которые нас должны каким-то образом, которые мы должны каким-то образом проявить, как можно установить истину каких-то предметов, в фаз или в профиле, правда, с мужской или женской точки зрения, вот вопрос и ответ, который мы получаем в картине. Предмет это то, что переходит из одного в другое. То есть предмет это связь, связь каких-то вещей. А это проявляет уже и основное содержание фильма и становится интегральной темой, безусловно, от начала до конца. Там, что героиня озабочена вот такой связью и социальной, как в этом обществе вообще выжить, как продолжится стать это поколение с помощью детей, связью с мужчиной, ну, замужней женщиной, там героиня методично выбирала между любовником и мужем, как лучшими кандидатами на роль будущего отца, при том, что она в его браке официально была, она вот думала, может, у любовника больше карьерных перспектив, материального ресурса. Она абсолютно так-то технически точно отнеслась к этой проблеме. Поэтому такой женщина-компьютер, женщина, которая методично выбирает, чем ей быть в дальнейшем, и как ей устроить социальное бытие, это героиня предыдущей картины Гадара. Ну, а здесь не так же точно, то есть она просто пытается эту связь с обществом закрепить через мужчин, через какие-то способы обращения, ну, даже ту же самую проституцию, например. Ведь это тоже такой медиа, медиум, который связывает все социальное устройство. Напомню, что проституция, как Гадар, объясняет, бывает разных видов. И эта профессиональная проституция не должна дезавуировать тот факт, что, ну, просто, например, использование тела в качестве какого-то обменного средства, как это бывает иногда в семьях или тоже в таких отношениях женщины и мужчины, это тоже, разумеется, проституция. И поэтому не обязательно для этого иметь вот такое название или патент на протестию. Но вы торговываете что-то за сексуальную связь, разумеется, это чистая проституция. И поэтому разная есть проституция. Есть проституция на работе, понятно, перед начальством. Это тоже проституция. Не буду долго рассказывать, все прекрасно понимают, в какие игры мы играем в обществе и очень часто отказываются от индивидуальности, от представления об истине вот для того, чтобы сохранить какую-то связь, для того, чтобы сохранить работу, например, в конечном счете. Поэтому получается, что во всем виновата вот такая принудительная, что ли, связь, в которой, идем дальше по фильму, еще одна красивая формула звучит, в которой предметы существуют лучше, чем люди. Помните эту замечательную празу? Это буквально вот такая критика идеологии в дуке неомарксизма. Не помню, у кого из Багрияра, что ли, может быть, фраза буквально вычитана о том, что в современном обществе все устроено так, что со свободу продвижения, со свободу между, например, какими-то границами государственными, искусствами нарезанными получают движения не люди, а товары. Все сделано прекрасно, чтобы товары себя хорошо чувствовали. Товары и деньги, вот они должны конвертироваться взаимно. Они должны как раз миновать эти разные границы, предрассудки и прочие привилегии. А с людьми сложнее, поэтому все сделано для вещей. Это, конечно, какая-то фукеанская парадигма. Помните, слова и вещи, вещи и слова, слова и люди, люди и вещи. Вот дальше, когда идет именно этим путем, выясняю, что люди и вещи находятся в каких-то отношениях. Снова связь, но связь людей и вещей. Дальше звучит фраза, я все по своему конспекту иду, которые по ходу фильма записывал. Вещи и люди, это соответствует дальше, через несколько секунд, поэтическому или политическому отношению. Помните, вот совершенно случайный эпизод, непонятно, к чему такая красивость какого-то текста, когда Гадар говорит, что обе они, и Листва, и Жульет, как-то слегка дрожали в эту предосеннюю погоду. Но это вот такая поэтическая связь людей и вещей, Христва и Жульет. А другая связь, конечно, более важная, которую Гадар систематически изучает в этой картине, это связь политическая. Да, связаны вещи и люди, почему мы, опять-таки, вот при некотором определенном положении вещей получаем определенные типы человеческих отношений. Здесь, собственно, можно уже забегать прямо в конец анализа и дать досрочный ответ на вопрос, о чем фильм и какая главная мораль в нем звучит. Ну, не мораль, это, Гадар, некрасивое слово истина, или наблюдение, или научный анализ. Ну, разумеется, так, что есть такие социальные устройства, при которых то, что мы называем проституцией или абхазиональной проституцией, генерируется почти принудительно. Ну, или генерируется, вот как погода, например, на дворе, как какая-то гравитация, просто, как социальная физика. То есть, вот при этом строе, это говорит, опять же, один из героев фильма, где всем движут деньги, помните дело в деньгах, начинают воровать, не замечая того, следующая фраза из следующего пуска фильма. Вот при этом строе, где деньги являются медиатором, как говорил Борис Грой, в современном обществе деньги просто заменяют слова. Нам уже не нужно объяснять что-то другому, надо просто перевести на язык денежных обменов, единиц операций. И поэтому при таком строе действительно проституция обязательно будет порождаться, себя прекрасно чувствовать, стимулироваться, навязываться, как даже такой эталон общественного устройства. Буквально позавчера я случайно на ютубе обнаружил, интересуясь социальной антропологией, современной, целый блог удивительных мастер-классов и всевозможных коучингов, где молодым женщинам и девушкам объясняют терпые такие халачи и девушки и мужского в полном по себе. Вот как-то нужно с мужчин, грубо говоря, бабки вытягивать. То есть там есть огромная серия мастер-классов, я обязательно покажу на своей лекции про идеологию образец друговой. И там сотни тысяч, миллионы тысяч просмотров. Сидят девушки вот такие искренние, как там фильмов 60-70-х годов с дающими глазами и какая-нибудь вот такая халда, хорошо все у нее с макияжем, с платьем, с таким отношением к жизни, с манерами. Она им объясняет, что мужики, вам, в общем, принципиально должны, потому что они столько лет вас эксплуатируют, потому что там сунул-вынул-выбежал, как говорит, мужская такая грубость и банальная. Значит, давайте с них тянуть, давайте вытягивать. Для этого есть способы, чувствуйте увереннее себя, забудьте про комплексы. И вот там через слово употребляя мат, это халда, не буду ее рекламировать и называть ее фамилию, проводят мастер-классы, где на нее восторженными глазами смотрит такая вот аудитория, которая без французского, правда, шарма, но вот составляет предмет анализа фильма Гадара. Поэтому вещи довольно жуткие, между тем, происходит в самом мире большом, в котором мы окажемся, где есть эта аудитория, где проституции учат, как вот школьников, просто учат математики. Поэтому Гадар показывает то, что происходит в 66-м году во Франции, а я это вижу то, что сейчас совершенно очевидно большими мазками уже по всему социальному пейзажу краска эта растерта и тоже соответствует объективному положению дел. Поэтому есть строй, при котором проституция производится. А есть строй, а вы там тоже помните, говорит один из героев фильма, ну это вот, собственно, такой писатель, что ли, Иванов, лавриат Нобелевской премии, принимайте под ним, кого хотите, как коммунизм, при котором будет совершенно по-другому, все, при котором вот эту проблему, как любить другого человека, по-настоящему или иллюзорно, тоже фраза, которая звучит ближе к финалу, как любить по-настоящему. Но коммунизм, как в одном из ненайденных, правда, в первоисточнике определения марксизма говорится, это такой строй, при котором достаточно быть любящим бытием, чтобы быть любимым. То есть это вот такая гармонизация, в том числе и отношения между мужчиной и женщиной, отношения творческих, при котором появление чувства не превращается потом в материальный расчет. при котором отношения между мужчиной и женщиной это не отношения, там, кредитная карта, например, и такой выгоды, и расчета, да, что там у него с карьерными амбициями, можно ли с ним связывать в свою жизнь, если он такой, смотришь, нехватки парень, и вот женщина решает, что, пожалуй, нет истории. Вот, пожалуйста, вам часто о любом отношении заканчивается в самом начале, начинает социальная проституция. Поэтому вопросы, которые задают все герои фильма, так по ходу, совершенно между делом, они необычайно точны, фантастически точны. Помните, даже когда один говорит, что вот, собственно говоря, жуя, я работаю вот в этом своем гараже, а почему ты называешь его свой? Он тебе пендежит? Ах, нет, ну, правильно было бы говорить, я работаю в гараже. Впрочем, дальше тоже, кто сказал, что это гараж, может быть, это по себе. Снова все у нас вся такая идеологическая какая-то это фоточка смысла, идеологическое определение, за которым ничего нет. И поэтому вот этот разбор всевозможных полетов современной идеологии слов и вещей, этот как в финальном кадре отъезда наезд камеры, который нам укропняет эти смыслы, дает целую систему, панораму, это есть главная инфрида фильма. Это есть метода, которую нужно очень четко понимать. Движение сначала от образа, потом к системе образов, потом к системе понятий вообще, а потом, наверное, к целостной философии, почему мы смотрим этот фильм в программе «Мыслить экрана». Потому что это целостная философия того, как устроен мир. Устроен, несмотря на шарм Марины Влади, несмотря на то, что очень красиво снято Раулим Кутаром, на то, что все герои разговаривают так, как в романах. Помните, «Социология романа» еще одна подсказка, это вот тоже такая социология, роман. Поэтому, несмотря на то, что все так красиво заканчиваем мысль, разумеется, все устроено при этом довольно цинично. И Гадар этот цинизм извлекает, показывает нам, насколько он нелепый абсурд, как эта ордия с пакетами на головах, насколько он необычайно прагматичный, по-настоящему такой наглый представляет собой шантаж одного другим. И поэтому Гадар дает нам вот это вот в обозрение без морали, без подсказок, но для тех, кто понимает, для тех, кто может изымать и сниму не только картинки, но и слова. Можно немножко поподробнее про мысли, что язык это наш дом? Это Мартин Хайдеггер, и это целый, наверное, девиз современной философии, которую принято называть лингвистической. Философия XX века, как известно, имеет два основные ориентира. Это антропологический и лингвистический поворот к человеку. Человек становится теперь по-настоящему интересной проблемой поворот к языку. И вот начиная с каких-нибудь логических исследований, выяснилось, что то, как структурирован язык, это не просто какая-то система, которая занимается филологией, а язык, это действительно молекулярная структура всех наших явлений и отношений. Вот мы говорим об идеологии, например. Стоит идеологии переименовать, например, явление, термином какой-нибудь предложить, другой, как там, негр, афроамериканец или афрофранцуз, или назови, например, убийцу киллером. И наше отношение к явлению меняется полностью. И поэтому, когда в тех 60-х годах шла война во Вьетнаме, тогда была придумана эта политическая тарабарщина, которую Ролан Барк назвал африканской грамматикой. Но, правда, по другому случаю это название дал Францесса Мавила «Несправедливую войну в Алжире». Вот отсюда Африка и африканская грамматика. То есть, тогда стали называть, например, убийство, но все, что происходит на войне, понятно, не нужно это расшифровывать, санитарными кордонами, концентрационные лагеря, зона для перемещенных лиц, зачистка вместо убийства. Вот это было придумано тарабарщиной, потому что, если сказать, что территория была замерена или зачищена, это не то же самое сказать, что всех сожгли дохла, включая женщин и детей. Поэтому, когда идеология переименовывает слова, помните, не случайно, каждый раз в такие кадры появляются из того, что происходит в Вьетнаме. Это то, что она не замечает, когда она идет покупать новый стиральный порошок. Но это то, что существует в самом мире. И поэтому, вот эти вот наименования, эти слова, слова целого языка, потому что идеология предлагает язык целиком, начиная со школьных учебников, она полностью определяет мир, в котором мы живем. Поэтому, это есть наш дом. То, что мы говорим, это наш дом. Это то, что мы вообще видим. Мы можем видеть только то, что мы наименуем. Это еще один из парадоксов. Вот и говорят, правда, антропологи, что туземцы, какие-нибудь по сей день дикие, не видят фотографий, черно-белых, скажем, особенно сложно фотографий, потому что нужно еще уметь считать черные-белые пятна в целое. И поэтому, вот на разных тестах психологических отсюда же есть такое испытание. Мы видим или не видим, там, женщина, старуха, ворона нарисована. В зависимости от того, как настроены наши разные системы восприятия. А настроены они языком. Поэтому, если у тебя есть такие вот установки, слова, смыслы, хотя бы для того, чтобы понимать Гадара, ты видишь этот фильм? Если нет, нет, значит, ты живешь в другой реальности, находишься в другом томе. Я, может быть, уже просто, у меня сложилось свое какое-то Гадару такое отношение. Посмотрите, что она толстая шпагалка, очень короткая. Вот, несмотря на то, что я не увидел высшей математики, да, в этом фильме, но я не увидел остроты. И, ну, увидел некую такую попытку психологического анализа сущности, женщины 65-66 годов и их модели поведения, там, каких-то социальных ролей, эмоций, ну, и довольно, причем обычных, я бы сказал, даже банальных городских условиях. Городских условиях. Точно нет остроты, нет каких-то накалов. Он мог бы поместить этих женщин, вот там была война 67-66 года. Мог бы еще как-то, ну, даже вот эти две существующие параллельно линии, градостроительства и вьетнамской войны, они в такой какой-то очень спокойной фазе, в такой какой-то спокойной форме. И от этого, в общем-то, я не почувствовал, мне не хватало остроты. Ну, одним словом, такое некое спокойное, психологическое твое роль, здравственности. Вот эти сцен унижают? Да, я бы не хотел такой женщины своей видеть. Как можно было назвать это психологическим методом, когда это антипсихологическим, это грубей же ошибка? Я сказал, психологический анализ. Никакой не психологический анализ, ничего близкого здесь нет. Вот у Гусселя как раз в отношении к психологии примерно то же самое, наверное, сомнение принципиальное, что и у Годара. Поэтому для Гусселя тоже было бы ругать, сказать, что у него психологический подход, антипсихологический. Психологический, когда тебе твое поведение, твой психиатр объясняет, исходя из того, что у тебя было семейной, например, истории, того, что накануне происходило. И поэтому как раз вот это такая частная, совершенно индивидуальная история, которую тебе, для тебя только шлифуют, раскрывают и там в итоге прописывают таблетки. Поэтому что такое психологический метод был бы у Годара? Когда как раз нам бы показали страсти этой героини, сомнения, идти или не идти на панель? Вот это была бы психология. Она бы не спала всю ночь, потом увидели бы ее красные глаза, потом бы она советовала с мужем. Помните, там между делом упоминается, что муж сам предложил какой-то героине, ну правда, а как вот свести концы с концами, не выселяться же на улицу? Тем более опыт у нее был, чего же там сложного? И поэтому вот без этих соплей, без психологических как раз разных маркеров Годар показывает социологический, философский, научно-строго предмет, в том и проблема, что нет никакой войны здесь, во Франции, в том и проблема, что они живут довольно благополучно в устроенном быту. И именно этот быт, именно это благополучие, именно общество, комфортное потребление и делает из женщины проститутку. Вот в чем парадокс. И это главная тема для анализа. Никакой психологии, нуль психологии, чистая социология. Так устроено общество, что оно выталкивает женщину на панель. И так устроены мужья, которые тоже так или иначе закрывают глаза на то, что они сводят женщин к такой, в лучшем случае, роли куклы и оболочки. Поэтому здесь не вижу вообще проблемы с восприятием этой картины. Здесь все довольно последовательно, строго и точно сделано. Гадар, прямо говорит, это один из титров, подсказывающих по ходу фильма «Социология романа». Напоминаю. Это вот социология истории, социология сюжета. Социология имеет дело с таким макро, а не микропсихологическим, например, гоном. Это имеет действие, это имеет значение каких-то законов социального устройства, социология, тенденции своего времени. Вот что показывает и проявляет в годах. Поэтому трагизм здесь, как это ни странно, именно в том, что без всяких нижних поводов, без этих, знаете, историй Сони Мармеладовой, как все тяжело дома, папа умер, вот без этого всего возьмем феномен, знаете, такой мне, как кузовскому преподавателю, прекрасно известный, особенно в провинциальных городах, проституции среди студентов первого курса. Есть такой феномен? Я не знаю. Есть такой феномен, да. Такой феномен есть. Приезжают девочки из деревень, и для того, чтобы заплатить за квартиру довольно дорогую, и для того, чтобы оплатить свою, как говорят, потребительскую корзину и прочие дела, да еще и, конечно, косметику, которая там в женской сумочке обязательно должна быть. Приходится этим заниматься. На досуге, от случая к случаю, казионально. Поэтому никакой трагедии в действительности, никаких вот таких принудительных внешних форм, когда есть вот этот строгий, жестокий какой-нибудь сутенер. Помните, как часто мы видели в фильмах? А здесь видели сутенера? Приятный, милый человек в очках. Мальчик говорит, тебе берут 10%. Ну, ты подумай, потому что вот то, и вот изрезали лицо бритвой. Он так между делом договорит, в кафе очень все хорошо, скромно, приятный парень с ним иметь дело. Совсем не то, что с вот этим вот мужланом жутким, бьющим своих проституток. И поэтому снова не психологии, не вот таких каких-то перикатурных красок, которые дает обычное кино, а строгий анализ того, как все устроено. Ну, в действительности, вот заключая тогда сегодняшнее наше собрание, вот еще раз посмотрим на этот калаш. Это вот такая модель фильма, из чего все создано. И образ этой героини, и сам сюжет вот из таких вот фрагментов, которые нам демонстрируют разные идеологические структуры. Поэтому я вот заодно анонсирую еще раз свою лекцию про идеологию, и я тоже постараюсь сделать нечто подобное, извлечь идеологию из бытового, из сферы какого-то низменного, и показать, что там такие же частицы, полностью определяющие наше поведение. И, как сказал Маркс, мы носим власть над нами в наших собственных карманов. Но женщина носит власть над собой в своей сумочке. Поэтому Гадар, в том числе я об этом снимаю фильм, показываю, как устроено это женское поведение, не психологическое, а как оно детерминирует социологическими законами и политическими законами.